То есть подумайте, что бы вы написали. Это очень интересно и очень важно. Потому что когда человек не понимает, что у него в памяти, вот это упражнение, оно выковыривает из памяти то, ну понятно, то есть упражнение нужно выполнять до полного серьеза. Если вы просто будете играться, типа, да я вот напишу и так далее, то понятно, что толку этого упражнения никакого не будет. Но вот поверьте, страх у вас появится. Вот по этому поводу у вас появится страх. Даже просто писать эту фигню. Даже просто допустить, что у вас отшибет память, вам уже станет страшно. И вот вы увидите, когда вы начнете писать, вы увидите, за что вы держитесь в этой памяти и что вам не дает зарабатывать деньги. Что не так? Вот очень многие люди ко мне приходили и говорили, Викторович, ну вот скажи, а как вот это? Ну пойди скажи, ну вот а как вот это? Ну а как вот это? А как вот это? И я понимаю, что что бы я ему ни сказал, толку никакого нет. Потому что у него память забита своими представлениями об этом мире. Такими как, ну как бы, как он себе приобрел за ту жизнь, в которой он жил. Курочить свою память, переделывать ее очень болезненно и больно, как бы, и поэтому люди не хотят этим заниматься. А разбираться в чем-то, это вот как раз курочить память. Когда вы начинаете в чем-то садиться серьезно, вы начинаете курочить свою память. Потому что в памяти все давно понятно, предельно ясно. И вы начинаете вносить туда изменения. Ну то есть вы поняли, что это не так. И память начинает реагировать, как машина, она сплашивает поменять, заменить файл. Не заменить, 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 не заменить, заменить. И вы начинаете себя чувствовать, ну как бы, не очень хорошо. Скажем прямо. И как бы, вот когда вы начинаете себя чувствовать не очень хорошо, то есть, по сути своей, представьте себе, что успех это определенная конфигурация памяти человека. То есть там должно быть только то, что нужно. Вот вспомните прототипологический Шерлока Холмса. Да, он был успешен в своей профессии. И когда Ватсон кричал ему, типа, «Вася, ты даже не знаешь, где Австралия находится?» Он говорит, а зачем? А зачем? Он говорил, что память человека – это чердак. И я вас, как бы, уверяю, у всех людей в этом чердаке такой бардак, такой беспорядок, что когда нужно найти что-то важное, в нем никогда в жизни ничего не дойти. А у меня, говорит, полный порядок. У меня вещи, которые лежат на моем чердаке, только те, что нужны, и я знаю, когда, какую из этих вещей взять, где ее взять и как применить. И поэтому, понятно, вот у меня такая вот позиция, самая, как бы, простая. То есть, вот Шерлок Холмс, если кто не смотрел этот фильм, это первая серия Шерлока Холмса, советская, где Шерлок Холмс, доктор Вакцин, как раз объясняет, что он сыщик, и что ему для работы нужны, как бы, определенные, как бы, вещи. Вот если вы бизнесмен, вам тоже для работы нужны определенные вещи. Вы должны это понимать. Если вы, извините, там, специалист в области безопасности, если вам для работы нужны определенные вещи, ваша память должна быть структурирована определенным способом. То есть, вы не можете в памяти держать вещи, которые вам не нужны. Вы не можете опираться на неверные вещи. Вот когда человек говорит, я хочу зарабатывать деньги. Ну, хорошо, блядь, давай заработаем. Тема-то, деньги? Давай, заработаем, деньги стоят. А у него в башке полный бордель. И поэтому говорят, что такого человека сначала лечить надо, а потом уже работать. Но вот это упражнение, которое я описал, когда вот вам сотрут память утром, а ночью вам нужно написать что-то до утра, вот оно, как бы, вам покажет, что в вашей памяти творится конкретно. И не то, что там лежит, лежит там много всего. А то, что вам дорого в этой памяти, за что вы держитесь и зачем вы за это держитесь. Спасибо.